Личность и биография Зелимхана Яндарбиева довольно неоднозначна. Кто-то считал его борцом за свободу Чечни, а кто-то преступником. Тем не менее, именно он активный участник сепаратистского движения в Чечне. В 1996-1997 годах исполнял обязанности президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия и принимал участие в боевых действиях против российских войск. В этом выпуске вы узнаете, что стало с Зелимханом Яндарбиевым. Родился Зелимхан в Казахстане. Позднее переехал в Чечено-Ингушскую АССР, в свое родовое селение Старые Атаги. В 17 лет начал работать разнорабочим и каменщиком. В 1972 году был призван на службу в армию. После демобилизации два года работал на буровой, помощником. В это же время поступил на заочное отделение филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета, который окончил в 1981 году. В 1984 году вступил в Союз писателей Чечено-Ингушской АССР, в 1985 году в Союз писателей СССР. В 1986 году был назначен главным редактором детского журнала «Радуга». После окончания университета работал корректором, а затем начальником производственного отдела Чечено-Ингушского книжного издательства. Тогда же вступил в КПСС, в 1985-1986 годах занимал должность председателя комитета пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР. В период перестройки занимался общественно-политической деятельностью. В 1987-1989 годах учился в Москве на высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького. С 1989 года работал литературным консультантом в Союзе писателей. С этого же времени являлся председателем политической организации Чеченского общества «Барт». Был женат, имел три дочери и два сына. На момент знакомства с Джохаром Дудаевым уже возглавлял Войнахскую демократическую партию. Яндарбиев стал лидером чеченского националистического движения, когда Советский Союз начал разваливаться. В июле 1989 года, основав партию «Барта», партию, которая способствовала единству кавказских этнических групп против русского империализма, в мае 1990 года он также основал и возглавил Войнахскую демократическую партию, политическую партию, которая боролась за независимость Чечни. Эта партия первоначально представляла интересы как чеченцев, так и ингушей. Однако это длилось до раскола, который случился после провозглашения независимости Чечни. В ноябре 1990 года стал заместителем председателя новообразованного Всероссийского съезда чеченского народа, который под управлением Джохара Дудаева вытеснил руководство Советов. С Дудаевым он подписал соглашение с ингушскими лидерами, разделяющими совместную Чечено-Ингушскую республику на две части. В первом чеченском парламенте, существовавшем с 1991 по 1993 год, Яндарбиев возглавлял медиакомитет. В апреле 1993 года был назначен вице-президентом Ичкерии. В апреле 1996 года, после устранения своего предшественника Джохара Дудаева, он стал исполняющим обязанности президента. В декабре 1996 года Зелимханов своим указом переименовал Грозный в Джохар в честь первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Однако в феврале 1997 года переименование было отменено избранным президентом Асланом Масхадовым. 28 мая 1996 года в Москве состоялись большие переговоры. С российской стороны присутствовали президент Борис Ельцин, председатель правительства Виктор Черномырдин, секретарь Совета безопасности Олег Лобов, глава Чеченской республики Доку Завгаев, помощники президента Дмитрия Рюриков и Юрий Батурин, глава МВД Анатолий Куликов и министр России по делам национальностей и федеративных отношений Вячеслав Михайлов, чеченскую делегацию, в которую входили полевой командир Нахмед Закаев и политический советник, исполняющий обязанности президента Ичкерии Хож Ахмед Ериханов, а возглавлял делегацию Зелимхан Яндарбиев. В результате чеченская оппозиция федеральной власти подписали соглашение о прекращении боевых действий в Чечне с 1 июня. По некоторым оценкам, Яндарбиев фигура гораздо более жесткая по отношению к России, чем Дудаев. И что с человеком, который держится в тени, но высказывается наиболее экстремистски, переговоры вести было очень сложно. Яндарбиев участвовал в президентских выборах, состоявшихся в Чечне в феврале 1997 года, но проиграл Аслану Масхадову, получив 10% голосов избирателей и заняв третье место, следуя за Масхадовым и Шамилем Басаевым. Вместе с Масхадовым Яндарбиев принял участие в подписании мирного договора в Москве, который, однако, не принес какого-либо результата. В октябре 1999 года был назначен личным посланником президента Ичкерии, полномочным представителем Масхадова в мусульманских странах. В январе 2000 года стал представителем Ичкерии в Афганистане, где встретился с лидером движения «Талибан» Мухаммедом Умаром и главой Аль-Каиды Усамой бен Ладеном. В ходе этих встреч талибы официально признали Ичкерию как государство, однако сам Яндарбиев утверждал, что лидер Аль-Каиды на переговорах не присутствовал. Чуть позднее Яндарбиев был освобожден от должности из-за разногласий с Масхадовым, однако продолжал заниматься поиском финансов для боевиков. Яндарбиев жил в Арабских Эмиратах, много путешествовал по исламским странам, однако в результате дипломатических усилий России, единственной страной, которая согласилась его принять, стал Катар, где он поселился в двухэтажном доме с женой и детьми. Яндарбиев жил там на положении беженца без права политической деятельности. После версии причастности Яндарбиева к захвату заложников в Москве в октябре 2002 года, он появился в списке разыскиваемых лиц Интерпола наряду с другими известными на тот момент террористами и бандитами. Россия сделала первую попытку о выдаче в феврале 2003 года, называя Яндарбиева международным террористом, который финансируется и поддерживается Аль-Каидой. По данным ФСБ, он был ключевым звеном в чеченском сопротивлении. В июне 2003 года имя было внесено в черный список подозреваемых в связях с Аль-Каидой, Комитетом по санкциям Совбеза Организации Объединенных Наций. 13 февраля 2004 года Яндарбиев был ликвидирован в результате взрыва его автомобиля, когда он возвращался домой после молитвы из столичной мечети Дохи. Взрывное устройство было заложено под днище его автомобиля. Существует несколько версий гибели Яндарбиева. Спецслужбы Катара задержали двух сотрудников российских спецслужб, обвинив в причастности к ликвидации Яндарбиева. Судили и приговорили их к пожизненному заключению. Однако в декабре 2004 года осужденных экстрадировали в Россию. Российские тюремные власти в феврале 2005 признали, что они не находятся в тюрьме, но заявили, что приговор, вынесенный в Катаре, был неуместным в России. Существовали также и другие версии устранения Яндарбиева. Кровная месть или разногласия между бандитскими группировками из-за контроля над финансовыми потоками. Обе версии были предложены в день теракта, но в ходе разбирательства в Катаре подтверждение не получили. А какой версии случившегося придерживаетесь вы? Делитесь своим мнением и аргументами в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok